итак доброе утро дорогие друзья доброе утро как меня слышно как видно сегодня у нас не из телевизоров из иерусалима и самого святого места которое называется ворота в небо это котель западная стена храма вот там за моей спиной храмовая гора там раньше стоял храм как меня слышно по 10-балльной шкале поставьте пожалуйста цифру как меня слышно и я в наушники потому что здесь сегодня очень шумно люди приезжают со всего мира делают делают здесь бармитвы сегодня как раз день четверга когда понедельник 4 когда читают тору и в эти дни праздную бармитвы сегодня вот прям я вам потом покажу после урока в конце что прям тысячи человек праздную молятся уже хотя уже время утренней молитвы заканчивается но людей также много хорошо а мы продолжаем изучать хитас хумаш или мтания да это три такая специальная книга которая за каждый день изучать ты будешь прикасаться с торой во всех во всех ее проявлениях до 2 как пяти книжей это то что мы изучаем изучаем структуру мира до прям структуру духовного знания тания мы изучаем структуру души и как я в этом духовном знании в этом мире как я взаимодействую со своей душой и ты и лим салмы это царь давид который был воин такой духовный воин который воевал с собой с врагами со всем миром и он царь давид он нам оставил свои слова свои молитвы салмы чтобы у нас была возможность поговорить со всевышним в любой ситуации абсолютно любой ситуации и значит мы говорим его словами и соединяясь с его словами мы соединяемся со всевышним через слова царя давида сегодня мы находимся 21 число месяца кисле сейчас идет месяц кисле уже скоро начинается ханука да мы приближаемся к хануке и вы можете посмотреть законы хануки рафинка свышецкий он подготовил законы хануки очень мы разместили канале в телеграм канале в группе фейсбуке значит чтобы хорошо подготовиться и все правильно сделать это очень замечательно сейчас будут семь дней какого проявления божественного света а сегодня мы продолжаем изучать мудрость сторона каждый день мудрость сторона каждый день это любая серебра тут две две идеи которые сегодня вот они сегодняшнего дня первая идея о он продолжает продолжает развивать ему вера доверия и он говорит такую вещь что вера это когда когда человек верит какие-то идеи да и вера она тебя соединяет с этими идеями поэтому когда мы верим в бога и верим в тору в вере в заповеди то мы через эту веру соединяемся с теми идеями которые мы верим второй был аспект доверия когда мы полагаемся на всевышнего и полагаемся на эти идеи что эти идеи нас выведут в любой ситуации на правильный путь это называется доверие и он продолжает эту тему он говорит смотрите вот когда человек садится в кресло к зубному врачу или к врачу обычному или в таксисту он же не проверяют у него дипломы он не не спрашивает у него докажи что ты таксист он просто доверяет ему причем доверяет свою жизнь врачу таксистом доверять свою жизнь пилоту самолета теперь он говорит такую вещь что когда а когда надо сделать хорошее дело люди требуют доказательства того что бог действительно хочет от них то есть когда есть доходит до соблюдения заповеди кашрута и так далее тогда человек думает не мне нужны доказательства но это же тоже вопрос жизни ты же таксисту доверяешь свою жизнь почему богу ты не доверяешь свою жизнь вторая его идея на сегодняшний день про иосифа написано сейчас мы прочтем этот отрывок что иосиф был очень красивый и зачем нам то раз общают его физической красоте говорит нам ребят что это было проявление его красоты духовной то есть его физическая сторона красота была проявлением его духовной красоты и дальше он это переводит такую мысль что у каждого из нас есть духовная красота относительно кого-то другого да то есть вокруг каждого из нас есть люди на разных ступенях духовного развития есть которые вообще на на самых низких ступенях духовного развития и он говорит если в тебе уже есть вот эта красота как ты пожалуйста уже повлияй на кого-то для кого-то ты уже является духовным авторитетом и ты должен вокруг себя приближать людей к богу всевышнему вторе теперь сегодняшний отрывок сегодняшний отрывок такой значит рассказывается что иосиф он спустился в египет и его купил потифар потифар это был как мы знаем он был министр один из самых таких высоких постов занимал у фараона и значит он его купил купил он его все это было не случайно все все всевышний мы видим как бы только верхушку айсберга которая вот этот мир в котором мы находимся это верхушка айсберга это мы говорим что человек говорит я живу в материальном мире но по факту он живет не в материальном мире любой человек да здрасьте любой человек живет в в мире своих идей о материальном мире то есть мы какой-то одежды там и ощущение своего тела все остальное это это восприятие это психология это идеи то есть любой человек живет в мире большую часть времени он находится в мире идей и когда человек выходит из мира идей например засыпает он уже это нельзя назвать жизнью то есть жизнь это когда человек находится в мире своих идей и думает о прошлом о будущем и настоящим дает оценку общается разговаривает то есть человек в любом случае живет больше в такой духовной интеллектуальной сфере чем физической и значит он оказался у это именно в этом месте то есть физически иосиф оказался в доме у этого министра министра этих или палачей или или резников шокетов принципе и то и то и тот режет а который режет палач режет людей а шокет режет животных в общем он оказался в доме этого человека резника да и значит и был написано бог с иосифом и он был человек мацлех у него был успех во всем за что он брался почему потому что бог был с иосифом а как бог был с иосифом потому что иосиф был с богом объясняют нам раньше что ус натура нам говорит что имя бога всегда пребывало на его уста ему говорили например иосиф поди принеси там припаде что-то принеси он говорит с божьей помощью без раташем без раташем сейчас принесу значит ему говорили ну привет как делал слава богу слава богу дела отлично то есть он все время был слава богу с божьей помощью бог поможет имя бога было всегда у него на устах и в мышлении значит он был всегда с богом бог был с ним и ему везде везло да у него все получалось и увидел его господин что бог с ним и все что он делает бог дает этому удачу и что сделал этот умный умный министр да потому что министр вот многие говорят да там министры дураки вообще не дураки люди которые добились долезли добрались до вершины власти они в любом случае не дураки они прошли такой путь что очень тяжелый путь да не прошли чтобы туда залезть и они умеют самое главное у них качество те которые идут к власти и власть деньги самое главное качество которое они себе развивают это умение разбираться в люди и мы здесь видим что вот этот вот министр он йосифа увидел что ему везет и что и он сделал главным поставил его главным над всем своим домом домом все отдал ему видел что он человек верующие если у него страх перед богом он честный и он дал ему все в доме говорит ты главное в доме вообще за все деньги и до управления домом всем хозяйством кроме одного жена жену я тени жена остается мне значит и было значит и было с тех пор как он поставил йосифа главным в своем доме у него было благословение божественное на всем доме этого египтянина из-за юсефа и значит он начал богатеть то есть у него все и поле и везде через юсефа через праведника к нему пошло богатство вот здесь тоже очень важная вещь такая чисто практическая да каждый человек хочет улучшать свою жизнь все хотят улучшать свою жизнь теперь улучшение жизни возможно только через людей ты кому-то помогаешь кто-то помогает тебе если ты находишься вот между теми людьми которые хотят тебе помогать и ты помогаешь тем кому надо то есть получается этот министр помог юсефу йосеф был правильный он его сделал главным над домом то есть пошла вот это вот духовно физическая пошла связь все всем везет все прет все отлично теперь дальше дальше мы узнаем что будет дальше мы узнаем а последний отрывок сегодняшнего да значит боязов колесе но бы я тыс он оставил все что было у него в руки в руке юсефа и не знал с ним ничего то есть он сказал я знать ничего не хочу не про бизнес не про дом и про это я тебе доверяю представляете какое счастье было для этого министра что он спокойный у него полностью свободная голова чем он может в это время заниматься он в это время занимается при дворе фараона какими-то своими там министерскими кознями а он не думает что у него дома где его подставили где у него украли то есть он этот вопрос закрыл через юсефа и он довольный весь его все его направление мысли идет на какое-то свое там я не знаю чем он занимался свободное время а и специально тора нам упоминает что лэхом который он кушал имеется виду это намек такой было принято в видном те времена в древнем египте назвать жену хлебушек море да вот потому что нам праша объясняет кроме хлеба это его жена однако употреблено выражение значит нытья чистое выражение тора говорит чистым языком и имеется ввиду что ну как бы видно в то время называли булочка жену значит тора так назвала красиво чисто кроме хлеба который он есть и тут нам сообщает тора такую интересную вещь и был юсеф красив статью и красив видом то есть у него была красивая стать и красивый вид что значит красивая стать и красивый вид здесь мы впервые слышали это выражение про него маму пророк эль она была красивая статью красиво вида и сара была красивая статью красиво видом то есть человек когда он царь сломоном объяснил что такое женщина красивая помните конец притчи он заканчивает такой фразой шекерах н обманет миловидность в эвеля йофи уйдет красота жена ира ташин женщина и шайра ташин и титалаль женщина которая есть страх перед богом трепет перед богом значит она будет прославляемая то есть они были такие духовные красивые сияющие женщины и позитивные очень позитивные потому что так как они были на связи со всевышним то им было все время хорошо они улыбались йосеф был такой же позитивный он был благодарный веселый и он хотел всем помогать то есть всевышний это значит всевышний всем дает всем помогает всевышний не смотрит этот например там не соблюдает шаббат а этот соблюдает этот не скошерный этот не скошерный всевышний всем дает да и он говорит я вам всем даю я хочу вам еще больше давать вот заповеди вот вам заповеди это возможности я вам даю заповеди возможности получать больше счастья получать больше добра больше света я вам даю возможность уподобиться мне в вот в этом вот качестве давания вот юсеф яркий для нас пример он всем помогал представьте ситуация он попадает в тюрьму до него даже до тюрьмы еще еще в тюрьму не попал это он попадает рабом в дом какого-то там вообще царедворца до мог бы сесть забиться где-то в угол вот я несчастный братья сволочи жизнь плохая всевышний меня не любит все значит и не и все и чтобы ему делали чтобы мы делали тогда окружающие рабы они сказали слышишь ты значит его еще бы дали ему какое-то но неприятности хозяин дал бы неприятности все бы дали неприятности что делал юсеф он говорит слава богу всевышний меня послал в такое темное место да вот это интересно что всевышний от меня здесь хочет в этом темном месте а а вы чего ребята сидите здесь вы рабы давайте я вам значит анекдот расскажу сейчас я вас как-то подвеселю под помогу вам вот нам скамеечка вот вам значит а а давайте я за вас работу сделаю начальник начальных я вот укью accidental поработать начальник смотрит говорит ну вообще какой-то человек вообще просто уникальны люди которые остальные рабы смотрят уникальные говорят чего ты такой уникальный он говорит я верю в бога потому что я верил в бога бог мне всегда помогал помогает будет помогать я на бога полагаюсь я бога люблю все люди смотрят говорят действительно какой молодец об и он становится начальником над всем домом вот этого вот министра так она работает но здесь есть и обратная сторона какая обратная сторона я как раз только вчера понял понял вот эту вот обратную сторону вот смотрите возьмем царя давида это более к нам близкий пример по времени царь давид такой пастушок значит живет где-то на полях его семья даже его не принимают он такой там пастух никто ему не завидует приходит пророк шамуэль говорит вот ваша семья есть царь ему всех сыновей показали царя давида не показали хорошо значит помазали его на царство потом война царь шауль значит еврейская израильская армия навстречу выходят этим а ведь они с с этим самым с галятом во главе с галятом этим и выходит галят о вот это светлана у меня прямо изо рта с него выходит галят начинают ругаться на там народ израиля на бога израиля нам всех и тут значит выходит давид и говорит я щас эту обезьяну разорву и убивает этого галята убивает этого галята значит и что чем это для него закончилось царь шауль он хочет убить давида он начинает ему завидовать и хочет убить давида юсеф он был он был его назвали бали халамот он жил в своих снах мечтах значит он жил мечтах что вот он будет там звезды ему поклоняться и солнце и луна ему поклоняться что чем закончилась братья его продали да он и там он в очень там хорошо он везде в каждой ситуации он поднимался поднимался и поднимался но вот здесь это палка двух концах это палка двух концах если ты если ты много делаешь если ты прямо соединяешься со всевышним который безграничный у которого безграничный ресурс и тебе бог дает большую силу и ты начинаешь этой силой пользоваться тогда включается зависть зависть включается то есть обратная сторона медали что начинается много каких-то сложностей в жизни царь давид царь шлому йосефа цадик тот же яков авраам из как то есть как только они соединялись со всевышней и получали эту большую силу вместе сила они получали много очень сложности до испытаний сложности проблем если ты отказываешься от этой силой ты говоришь у меня ничего нету я такой вообще ничего мне завидовать до жизнь плохая начинаю жаловаться то вроде те никто не завидует то есть ты спасся от от проблем завистью да ты если ты говоришь я ничего не могу как ты вроде избавился от всех испытаний в жизни но чем-то остался нищем нищем ты сидишь несчастные и у тебя нету нет испытаний нет побед не достижений то есть если тебе плохо так тебе плохо если ты говоришь слава богу мне хорошо я сделаю бог мне поможет ты двигаешься на тебе у тебя тоже сложности какой путь выбрать вот это вот очень сложный вопрос именно поэтому мне кажется хотел из как разделить благословение материальное и духовное он хотел чтобы просто разделить двух сыновей и сап который воин который хотел вот в этом мире он был такой очень амбициозные так далее вот он боится хорошо бы воевал и хорошо боролся а яков он если бы он занимался только торой то это такой путь монаха он бы себе спокойно ходил бы себе молился его бы никто не трогал и он бы занимался духовной работой но всевышний посчитал иначе он сказал я тебя поставил каждого из нас поставил в этом мире для того чтобы ты в этом мире проявил свою божественную природу перевел материальное духовное чтобы ты жил рос развивался боролся побеждал побеждал внутри злое начало побеждал зло снаружи себя всевышний нас спасать поставил в такой мир и у нас есть свобода выбора как этому относиться тоже сегодня слышал одно объяснение что галут и до 1 галут первое изгнание вот мы наблюдаем на языке он был в изгнании в тяжелейшем изгнании его он был без семьи один он был в на чужбине он был рабом он был в тюрьме он был но вот страшное знание и мы видим как он к нему относился он к нему относился не как и знанию а как заданию он относился к нему что всевышний ему дал задание значит в этом месте в египте прославлять имя всевышнего и и значит выполнять его задание и в итоге когда пришли братья к нему он говорит вы думали что вы мне сделали плохо он говорит вообще нет всевышний он управляет ситуация он меня направил куда куда надо прям конкретно и мы видим результат 70 лет после этого был йосиф премьер-министром египта прославлял имя всевышнего обрезал весь египет все в египте стали верующими до бога он всем объяснял что вот смотрите есть бог творец-создатель он выше всех ваших идолов и значит египтяне это все узнали но к сожалению потом они конечно это забыли когда юсеф умер то вот этот свет божественный который шел через него выключился и еврейский народ уже весь остался в этом изгнании которым опять же они вели себя по-разному колено леви не было в изгнании потому что они при прилепились ко всевышнему все всем удачи успехов распространяем божественный свет прямо его нужно в себе включать и быть проводником дающим да человек который дает другим то ему конечно легко жить потому что у него нет недостатка ни в чем он дает помогает и всевышний дает ему ресурсы чтобы давать другим все я желаю каждому знать чтобы было много ресурсов для помощи другим людям здоровья прежде всего энергия потом благополучия любовь вокруг да очень чтобы у всех был что все кто еще не женился женились и значит прямо создавали вокруг себя вот этот мир шлымута которым совершенство которое можно достигнуть только через то что ты даешь все сейчас я переключу кто хочет помолиться может помолиться прямо в я поддерживаю ваши молитвы почитаю сейчас пять минут не пять минут давайте три минуты я сейчас переключу чтобы вы могли помолиться я почитаю сейчас как раз псалмы чтобы бог услышал ваши молитвы все счастливо хорошего дня а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok